Давайте сейчас про них поговорим, а потом вернемся на зарплаты. Итак, зачем же нужен бизнес-аналитик на проекте? На самом деле проект – это такая временная деятельность. Проект имеет начало и конец. И желания заказчика должны быть четко сформированы, проанализированы и закомментированы, чтобы проект был выполнен вовремя. То есть важная задача, как бизнес-аналитика, вот именно проработать с вашим клиентом и убедиться, что вы поняли, сагментировали и проанализировали все требования, которые дал вам заказчик. Говоря о фазах проекта, опять-таки более подробно, сегодня, ребят, кто уже в тренинге, мы с вами остаёмся, проговариваем более детально эти все фазы. Будем говорить, есть проектные фазы, а есть фаз разработки программного обеспечения. Об этом мы чуть попозже, и вот именно подробно опять-таки будут сегодняшние тренинги. Итак, по фазам проекта. Проект начинается с инициации. То есть инициация, вот мы с вами говорили, что есть корпоративные аналитики, именно вот на этом уровне корпоративные аналитики вообще определяют, нужен ли этот проект, или есть какие-либо другие. Нужен ли этот проект, или есть какие-либо другие альтернативные варианты. То есть не всегда, когда бизнес приходит к какой-либо той или иной задаче, результатом является проект. Часто, может быть, допустим, в результате анализа мы помним, что на самом деле есть какое-то лёгкое салушение, какое-то лёгкое решение, можно заплатить легко за какое-то потравное обеспечение, в принципе, его приобрести, и можно нашим пользоваться, уже сделать юзерный логин и просто дать его сотрудникам. Часто в IT-разработке, если, допустим, определяется, что нет такого лёгкого программного обеспечения, которое можно сейчас использовать, то, конечно, на фазе инициации принимается решение, что нужно инициировать проект. Вот именно здесь утверждается проект. Следующий шаг в этом процессе это планирование проекта. То есть на уровне планирования проекта ведётся очень такая активная работа руководителя по проекту. И с тех же, как вы, как бизнес-аналитик, будете работать как бы ногу-с-ногу с руководителем по проекту и будете определять требования, которые должны быть положены в основу вашего проекта. У кого есть опыт работать на этой фазе, на фазе планирования, кто близко работал с вашим руководителем по проекту, поставьте, пожалуйста, плюсик. Сейчас, когда мы вернёмся посмотреть на то, какие вообще перспективы есть по карьерной лизе, вы помнёте, что на самом деле вы, как бизнес-аналитик, наверное, особенно на этой фазе у вас, да, вот Игорь мне уже поставил плюсик, на самом деле вы проводите очень много времени, работая с PM, работая с Project Manager на этой фазе, для того, чтобы помочь, собрать требования и помочь PM с какими-либо задачами. Следующая фаза – это выполнение проекта. Выполнение проекта – это, в принципе, сама разработка, то есть это уже идёт такая тяжёлая техническая задача, то есть техническое выполнение. И вы, как бизнес-аналитик, помогаете технарям, то есть если у технарии есть какие-то вопросы, если они определили в ходе, что то или иное решение, допустим, то или иное требование не может быть выполнено, то есть здесь, опять-таки, они могут предложить немножко, немного такое ответвление от поставленного, сооруженного поставленного решения, и вы, как бизнес-аналитик, пойдёте опять к бизнесу и будете более детально прорабатывать то или иное, те или иные рекомендации технические с вашим бизнесом. Опять-таки, сюда же подходит, кто слышал о таком понятии, как Change Request, или как на управление требованиями. То есть здесь, вам, как бизнес-аналитику, если слышит, то поставьте, пожалуйста, единички. Здесь вам, как аналитику, очень необходимо, на самом деле, чтобы был вот этот процесс формально поставленный, иначе результатом этого всего будет такой неконтролимый поток изменений. Об этом, опять-таки, мы сейчас не будем говорить. У нас, кстати, была вот недавно презентация по Change Controller, можете и прослушать, кому интересно. И, конечно же, следующая фаза это дача проекта. То есть дача проекта, это когда проект официально передается нашему клиенту. То есть когда мы уже передали проект, здесь же, опять-таки, есть такое понятие, как Warranty Period, то есть это такой период, как бы страховочный период. То есть если что-то было упущено в ходе проекта, может быть, забыли или неправильно выполнить какое-либо требование, или, допустим, была найдена ошибка в вашем проекте, то на этой фазе у клиента есть возможность потребовать выполнение вот этой задачи, этой ошибки вне хоста, то есть вне, в принципе, за бесплатно. И следующая фаза – это закрытие. То есть на закрытии проекта идет официальное закрытие, закрывается проект, закрывается вся проектная документация, команда распускается. То есть здесь, в принципе, если, конечно, команда работает в компании, где есть другие проекты, то, в принципе, на этой фазе без аналитика другие члены команды просто перейдут на другой проект. Но, конечно же, если у вас, к сожалению, очень много, на самом деле, проектов в анализе ведется вот такой, ведется на контрактах. То есть, в принципе, если у вас знаменитый проект, который длится, допустим, 3 года, то на этой стадии, скорее всего, в принципе, вам уже надо было подвесить какую-то другую работу. И, опять-таки, это начать намного раньше. Опять-таки, мы с вами будем говорить о том, как искать работу в бизнес-анализе, что нужно для этого на нашем тренинге. Ну, вот такая вот фаза, официальная фаза открытия проекта. Так, я сейчас хочу... Ребята, у кого есть какие-то вопросы, вопросы по вообще фазе проекта, вот понятно в общем, какие фазы проходит проект, и в общем какая... Вот именно давайте научимся сейчас. Остановимся, сейчас мы будем более детально говорить о разработке программного обеспечения. То есть, видите, вот если вы заметили из мой сейчас как бы summary того, что я сказала, то вы, наверное, заметили, что я вот именно сделала такой упор на планирование проекта. То есть, я сказала, именно здесь, на фазе планирования проекта, начинается такая активная тетя бизнес-аналитика. Так, Андрей, в группе, ребят, давайте вопрос... Андрей, это в группе будет выложено, в группе тренинга, конечно же. Так что, оставайтесь с нами. Андрей, спрашиваю, где будет презентация. Да, у нас есть закрытая презентация, будет даваться только тем, кто сейчас на тренинге. Запись будет свободна в доступе, а вот презентация, давайте тоже на тренинге, выложена в группе у нас, на запись. В этой группе. Так, привет, ребят. Когда мы еще рассматриваем SDLC, Software Development Lifecycle, да, цикл разработки программного обеспечения, именно активный цикл разработки начинается с фазы планирования. И именно вот когда... Давайте, чтобы вы не путались тоже. То есть, вот это просто о проекте. Вообще, начиная с корпоративных целей, с корпоративных задач до закрытия. Если вы, если вы кратегический аналитик, то вы будете вообще работать только в инициации проекта. Да, да. А если вот именно вы проектный аналитик, который работает на внедрение того или иного решения, особенно в IT, то здесь вы, в принципе, начнете свою работу так активно с фаза планирования проекта. Это понятно? У кого какие вопросы есть по фазам, поставьте минус и не постичите свой вопрос. Если есть вопрос, то мы вас подождем. Если все понятно, то, пожалуйста, идинички. Давайте вернемся вообще, посмотрим о зарплате бизнес-аналитика. Так, вроде всем все понятно, да? Давайте посмотрим на перспективы роста бизнес-аналитика. Как вы сами думаете, вот те, кто уже работает в бизнес-аналитике или видел бизнес-аналитиков, не смотрите пока на слайд, что вы видите вообще происходит с бизнес-аналитиками. Напишите, пожалуйста, вкратце. Куда они переходят, кем они, вообще какой потенциальный рост есть в этой карьере, что вы видите для себя. Вот многие из вас интересуются бизнес-аналитиком, да? Ну, вопрос, а почему? А что дальше? А какой следующий уровень? Как вы? Или, может быть, вы сейчас не работаете с аналитиком, но все равно есть, наверное, какие-то мысли. Так, Алексей пишет про дактору. Выпладитель отдела анализа, я тебе написал. Так, пока мы ждем других. Давайте, да, вот видите, вот эти два варианта, в принципе, у нас тоже есть на слайде. То есть, Product Owner, это самое последнее, Scrum Master, это такие две роли в Agile-программировании, в Agile-разработке. Agile-программирование, ну, я не хочу сказать, что это новый, как бы, такой тренд разработки. На самом деле, это так, он такие уже старые, но вот он в последнее время все больше и больше используется. И вот именно Product Owner, это такой эквивалент программ-менеджера в Waterfall-разработке. И вот именно человек, Product Owner, это человек, который ведет, как бы, вот именно ведет команду, да. То есть, на самом деле, это уже как такой мини-руководитель, руководитель такого продукта и проекта. И, конечно же, Scrum Master, сейчас не буду говорить подробно о Scrum Master, это будет, опять-таки, на тренинге, но это тоже одна из ролей в Аджарии, в который тоже переходит бизнес-аналитики. Так, тоже пишет, стать Senior, Senior Analyst, да, так, Senior есть такой вариант тоже. Потом, новая локерская, пишет, стать Scrum Master, Arbitrator, Scrum Master, руководитель компании, оказывающий услуги бизнес-анализа. Супер. Да, видите, на самом деле, вы можете стать старшим и техническим аналитиком людей, из вас, кто пришел с технической, это и технический подход, опять-таки, вы можете дальше развиваться в этой сфере, стать более техническим. И, конечно же, перейти к архитекту, да, то есть, в эти интересные enterprise-архитектуры, да, вы можете стать архитектором вообще вашей компании, соответственно, получать намного большую зарплату, и, конечно же, работа будет такая техническая и интересная. Опять-таки, вы можете стать руководителем подразделения, аналитики, да, или тем-лидом, или, может быть, менеджером по бизнес-анализу, по менеджерам-аналитикам. Конечно же, можно стать и развиться по управленческой лестнице, стать либо руководителем проекта, можно стать скрам-мастером, продакт-тонером. Вообще, бизнес-аналитик, это как в бане и в компаниях такая правая рука начальника. Причина это то, что на самом деле вы, как никто другой, общаетесь с клиентом, наверное, проводите с клиентом большинство времени. И вот именно вам, говорят клиент, именно вы знаете такие самые передовые как бы права клиента, воли клиента. Вы такой как бы человек, который в клиент на самом деле обращается. Поэтому, на самом деле, потенциал бизнес-аналитика очень большой.